Да, нас также лишают имени, неостребленный цифровой идентификатор. Паспорт, основанный на гетерамской геометрии, демократы учатся в Урсенберге. Паспорт, основанный на американской электронной технологии, другой технологии нет. И все наши с вами персональные данные, данные наших начальников, все будут поступать в ГРУ и штабринатор. Мы будем под толпаком мировой закулисы, мирового правительства, фасидов и басонов. Еще есть одна особенность у этого электронного паспорта, который хотят ввести через несколько месяцев. Там есть такой пункт в случае потери или в случае изменения пола. Да как смеют они, мерзавцы, негодяи, кто такую фразу туда допустил в этот электронный паспорт, как они смеют нас оставлять. Русские не меняют пол, русские не меняют родину. Это могут менять там какие-нибудь голландцы, какие-нибудь там норвежские, ненки, еще кто-нибудь. Это вписывшийся Запад, вписывшаяся Европа. Но не мы. Анатома универсальной электронной карте и электронному паспорту. В заключение скажу, что нам необходимо, конечно, выбросить из Конституции два коммуниальных положения. Это отказ от своей государственной идеологии, то есть от духовной нравственной картины. И так называемый приоритет международного, фактически натовского законодательства внутри Российской. Сегодня этот расхленный Запад, предавший Иисуса Христа, уничтожает семью в аферинск, отцовство, вселяет детям, владельцам немысливые пороки. И что же мы должны вместе с ними катиться, с ними в ад? Никакого не может быть с ними единства, никакого не может быть приоритета этого законодательства над нашим Российским. Мы русские, знак Бог.